Приглашаю к микрофону Александра Нагаева. Приветствуем. Всех приветствую. Спасибо. Рад вас всех здесь видеть. Приветствую всех, кто с нами в онлайне сегодня. Меня зовут Нагаев Александр. Я лид проекта распознавания жестового языка. Инклюзивный очень проект. И сегодня я вам расскажу, как научить модели, понимать жестовую речь. Ну, в первую очередь, давайте немного затронем теорию, кто вообще не знает, что такое русский жестовый язык, что он из себя представляет. Русский жестовый язык — это лингвистическая система, это язык, на котором говорят слабослышащие и глухие люди. Они друг с другом коммуницируют. Они не знают русского языка. У русского жестового языка есть своя грамматика, свои правила, которые вообще не пересекаются с русским языком. Ну, давайте введем небольшой такой глоссарий на будущее, чтобы вы понимали контекст, о чем я говорю. У нас есть жест. Это визуальное представление какого-либо объекта, действия, какой-либо абстрактной вещи, которую можно интерпретировать в виде движения рук. Есть глосс. Глосс — это наше словесное либо текстовое понимание этой абстрактной вещи. И есть слово. Это прямой перевод относительно контекста жеста в русский язык. Ну, кажется, что сложно так на слух понимать. Давайте приведем пример. Слева можете заметить, как девушка показывает жест «кошка». Да, он подписан, чтобы вы примерно понимали, о чем суть, но этот жест обозначает «кошку». То есть глосс в нашем случае — это кошка. Но слово, то есть перевести этот жест можно по-разному относительно контекста. То есть мы понимаем, что вот это означает какое-то пушистое существо, которое бегает и мяукает. Окей, с этим разобрались. Русский жестовый язык, как я уже сказал, у него есть свои правила, свои особенности. И до того, как научить модель его распознавать и переводить, нужно самому понять, как это вообще сделать. И давайте приведем такой пример. Перед вами предложение. Васю будет ужинать в гостиной. Давайте посчитаем, сколько здесь слов. Ну, если не считать предлог «в», здесь у нас четыре слова. И давайте попросим нашего дата-инженера Суросова Петра, который погрузился с головой в эту задачу, и для того, чтобы понять всю суть жестового языка, он его пошел изучать. Попросим его перевести данное предложение на жестовый язык. Попробуйте посчитать, сколько жестов Петр сейчас показывает. Кажется, что их сильно больше, чем четыре слова. Действительно, да. Давайте теперь разберем по порядку. Наше исходное предложение. Вася будет ужинать в гостиной. Для того, чтобы перевести данное предложение на жестовый язык, сначала по правилам жестового языка нужно обозначить предмет действия. Это наш Вася. Но так как Вася — это имя, а не определенный человек, определенное существо, не абстрактная вещь, а именно какой-то Вася, то жестом мы его обозначить не можем. И в таком случае в жестовом языке есть дактиль, дактильная азбука. Все имена собственные показываются дактилем. То есть к каждому жесту пропорционально есть каждая буква русского языка. Далее, ну кажется, что переведем слово «будет». Нам нужно время там узнать, но нет. По правилам нам нужно сказать, что Вася будет делать. И Вася будет у нас что-то делать гостей комнаты. Странно. Гостиная — это гости комнаты. На самом деле все достаточно просто. В жестовом языке есть сложные составные жесты, которые невозможно показать одним жестом. Вот пример. Жест, точнее слово «гостиная» состоит из двух жестов. Это гости и комната. То есть комната, в которой есть гости. Значит, это у нас гостиная. То же самое, например, комната «спать». Это спальня. Логично. Окей, хорошо. Но все-таки что же Вася-то будет делать? Вася будет ужинать. Ужин — это тоже сложное слово. И оно переводится и показывается двумя жестами. Это вечер и кушать. Можно день кушать, можно утро кушать. Понимаете, да, контекст? И только после этого мы можем обозначить время. Когда будет делать это все Вася? Достаточно сложно с первого взгляда перевести простое русское предложение на жестовый язык. Здесь очень много пересечений. И что самое сложное, это контекст понимания времени мы сможем узнать в самом конце. Самый последний жест будет означать, когда происходит определенное действие. Вот пример вам трех самых распространенных проблем. Это дактиль. Решается она достаточно просто. Для каждой буквы есть определенный жест. Это можно решить с помощью классификации, например, картинок. Так как большинство жестов дактильных, они статичны. Составные жесты решаются, ну, проблема составных жестов решается на этапе постпроцинга, когда у вас есть словарь, биграм или триграм, и они сопоставляются к каждому слову-переводу в русском языке. И обстоятельства времени. Ну, обстоятельства времени всего три. Это будет, есть и был. То есть прошедшее настоящее и будущее время. Вот. Ну, их тоже фиксировано, можно как-то обрабатывать. Ну, теперь, когда мы примерно поняли, как решить данную задачу, давайте приведу еще такой пример. Я вам сейчас показал, как перевести каждый жест в определенное количество слов. И какое-то определенное количество слов в каждый жест. Но это не единственная задача. Их есть всего три. Первая – это задача распознавания изолированного жестового языка. Это когда вы научились распознавать каждый жест по отдельности. Вторая задача – это распознавание непрерывного жестового языка. Это когда у вас есть порядок жестов, и он строго пропорционален предсказанным словам, которые выдает ваша модель. И последняя, самая сложная задача – это перевод жестового языка в русский язык. Ну, кажется, что для каждой задачи уже есть какой-то логический вывод, как это можно сделать. Ну, давайте я вам расскажу, как это можно делать низкоуровнево, на уровне нейронов. Ну, в первую очередь возникает вопрос с данными. В задаче распознавания изолированного жестового языка данные представляют собой набор из отдельных фрагментов видео, где каждому видео соответствует один класс жестов. Данные видео могут быть длиной от 16 до 120 кадров в зависимости от того, насколько быстро вы показываете данный жест. Ну, решать такую задачу можно с помощью простой классификации. Классификация видео. Мы получаем какой-то кусочек видео нашего, пропускаем через видео энкодер, получаем фичи, передаем их в глосс декодер, и получаем confidence – вероятности наших предсказанных классов. Потом берем просто argmax и получаем наш глосс. Также мы делаем для следующего видео, получаем новый глосс, следующего, следующего и так далее. Вот что из себя представляет видео энкодер и глосс декодер. Ну, видео энкодер, так как мы понимаем, что нужно обрабатывать контекст, последовательность, он должен понимать зависимость от времени. Здесь мы можем взять либо 2D-сверточную нейронную сеть для каждого кадра, например, резнет-16 2D, и потом обработать с помощью 1D-свертки, чтобы понимать контекст. Второй вариант – мы можем взять сразу же 3D-свертку, это то же самое 2D-свертка, только она размерностью еще и в глубину, то есть не 3х3, а 3х3х3. И последнее мы можем взять 3D-трансформеры. Это достаточно тяжелые сети, и они решают данную задачу с лучшим качеством, но они очень-очень тяжелые. После того, как мы получим фичи, кажется, что все, что остается сделать, это предсказать относительно фичей данный класс. И эту задачу спокойно решает линейный слой, который преобразует вашу последовательность фичей в последовательность классов глоссов, после которых вы можете по конфиденцию предсказать то, что обработала модель. Следующая задача – распознавание непрерывного жестового языка. Решается она похожим образом. Данные здесь – это непрерывная последовательность кадров и непрерывная последовательность глоссов, никак не сопоставляемо по времени друг с другом. То есть у нас, например, может быть видео длиной 200 кадров и может быть в нашем случае 5 глоссов. Мы никак не обозначаем, в какой момент времени показывается определенный глосс и когда он заканчивается. Сдача решается точно так же, как предыдущая. Пропускаем наш видео через видеоэнкодер, глосс-декодер, получаем конфиденц, предсказываем глосс. Но ведь мы понимаем, что нам нужно предсказывать глоссы дальше, но мы не знаем, когда этот жест будет показываться. Что мы делаем? Допустим, у нас вход 3 кадра. Мы отбрасываем последний кадр и берем новый. Теперь у нас предсказывается еще раз слово «гости» — глосс. Еще раз отбрасываем последний кадр, берем новый. У нас уже предсказывается комната. И так делаем до самого конца нашей последовательности. И после этого мы можем обработать нашу последовательность последовательность, либо с помощью city-силоса. Это лосс, который агрегирует наши классы из одинаковых в единые, либо просто на постобработке дропной дубликаты. И после этого мы получим более-менее похожую последовательность на перевод. Но это все еще не перевод, это глоссы. Здесь декодер представляет из себя немного посложнее архитектуру. Простой линейный слой не справится с данной задачей, так как нужно понимать контекст не только самих движений рук, но еще и контекст предсказанных фичей, то есть наших глоссов. И эта задача решается с помощью LSTM моделей, B-LSTM моделей, рекуррентных моделей и также линейный слой в конце. То есть наш декодер будет уже знать про всю последовательность предсказанных глоссов. Ну и теперь давайте поговорим про задачу translation, перевода. Мы все знаем, как решаются задачи перевода, например, с английского языка на русский язык. Но как решается задача перевода с жестового языка, например, на русский язык? Ну, достаточно похоже. Данные из себя представляют последовательность кадров, так же, как в предыдущем варианте. Но у нас больше нет глоссов. У нас есть просто текст. Представьте, что вы скачали видео с какого-нибудь видеохостинга, и у вас есть субтитры. Вот это то же самое. Никакой разметки, кроме как видео и текст. Как модель заставится поставлять кадры с нашим текстом? Мы берем на вход нашу последовательность кадров, опять же, допустим, 32. Пропускаем опять через видеоэнкодер. И наш декодер уже представляет токен, токен-декодер. Я думаю, NLP-шники уже поняли, в чем здесь главная соль. Мы предсказываем слово Вася. Да, мы знаем, что Вася предсказывается дактилем, но давайте представим, что это единый жест в нашем случае. Далее мы также удаляем один кадр, берем новый, предсказываем комната. Но мы знаем, что Вася вроде бы ушел в гостиной. Значит, следующее слово будет предсказанное гости. И после этого токен-декодер поймет, что предыдущее слово было гости, комната, и он переведет это как гостиная. Но Вася гостиная нелогично, поэтому он переведет как Вася в гостиной. Далее предсказывается слово вечер. Вася в гостиной вечером. Но мы помним, что Вася был не вечером, а Вася должен был кушать и обедать вечером. Ой, обедать, ужинать. Далее после этого мы предскажем кушать, и наш токен-декодер уже полностью переделает наше предложение, что Вася ужинает в гостиной. Но мы помним, что было еще обстоятельство времени, что он будет ужинать. И вот когда мы предскажем наше обстоятельство времени, токен-декодер полностью переделает наше предложение уже в правильный контекст с пониманием времени. То есть наша задача перевода жестового языка в русский язык решается обратно. Мы пытаемся сопоставить каждую, например, дактильную букву к какому-то слову, какие-то несколько жестов также к какому-то слову, и это все делается перекрестно. Ну, опять же, внутричники уже поняли, в чем суть. Это решается с помощью трансформенных архитектур, переводчиков, например. С помощью декодеров, таких как, например, BERT, BART, либо GPT, мы можем наши фичи подавать в виде токенов. То есть в задаче перевода с русского на английский мы подаем имбеддинги, а вместо имбеддингов в нашем случае мы будем подавать токены. И после этого мы будем получать выходной текст. Я думаю, вы заметили, что во всех задачах неизменно только это. Это видеоэнкодер. Это самая важная вещь в любой задаче компьютерного зрения. Получение очень хороших фичей из входных данных. Но что из себя представляют фичи? Так как мы занимаемся компьютерным зрением, мы можем эти фичи визуализировать. И вот, например, как наш видеоэнкодер смотрит на нашего дата-инженера Петра, который показывает жесты. Вы можете заметить, что модель следит за каждым движением его руки, а иногда еще и подсматривает на его лицо, потому что глухие при общении пытаются проговорить тот жест, который они показывают. И только после получения хороших фичей и сбора хорошего датасета в принципе появляется возможность решить данную задачу. А вот как мы решаем нашу задачу на нашем демо-стенде, который вы можете найти на первом этаже, я вам предлагаю обсудить рядом с ним, с моими коллегами и вместе со мной. Сейчас я ответа не дам. Подходите и рассказывайте нам свои гипотезы. Следите за нашими соцсетями, подписывайтесь на телеграм-канал, можете перейти в наш репозиторий, где мы выложили наш датасет слова. Очень большой датасет для задачи распознавания изолированного жестового языка, на котором предобучено большинство наших энкодеров. И помогайте нам, contribute в open source. И всем большое спасибо. Это очень важный инклюзивный проект для нас. И на этом у меня все. Вопросы? Да. Давайте. Спасибо за доклад. У меня пока вот такой вопрос. Вы говорили, что это не то, что... Так, во, сейчас слышно. Да, повторю. Еще раз спасибо за доклад. Вопрос у меня такой. Я, может, не до конца понял. Вы говорили, что есть проблема с тем, что размерность жеста может быть от 16 до нескольких сотен кадров. Ну, или там конкретных цифр, не помню. В общем, как получать голосы? То есть, если у нас один и тот же человек может с разной скоростью показывать разные жесты, как понять, сколько кадров нам брать, чтобы понять голос? Вот я это не до конца понял и... Да, да, спасибо. Хороший вопрос. Да, действительно, разные... Люди по-разному показывают жесты с разной скоростью. Например, те, кто родились с проблемами с слухом, они учат жестовый язык с самого рождения. И они показывают жесты очень быстро. Например, они могут показать в среднем три жеста в секунду. Для этого нужно учить модель, которая принимает меньший контекст. Например, 16 кадров на вход. А люди, которые только учат жестовый язык, они показывают его очень медленно. То есть, нам нужно проверить правильность показа. В этом случае модель должна захватывать больший контекст. Например, 32 и выше кадров. Но можно решить данную задачу так, что 3D-энкодеры, например, 3D-сверточные нейронные сети, например, ResNet, либо 3D-трансформеры, для них вот эта размерность глубины 3D, она такая же динамичная, как и ширина и высота. Вы можете эту размерность менять относительно движения человека. Например, вы можете засечь, когда человек начал двигаться, когда он закончил. И вот всю эту пачку кадров подавать на вход модели. Можно сделать так, но качество будет сильно хуже, чем обучить несколько моделей для определенной скорости показа жестов. Если будет меняться скорость показа, опять же, можно распознавать, когда человек начал показывать жест, когда он закончил его показывать, и подавать это все на вход. Модель воспримет обработы, так как наша 3D-свертка, она будет бегать в глубину по секунцу, и без разницы, какой глубины этот секунс. Да, но мы, к сожалению, теряем качество, так как модель мы учим на фиксированном датасете с определенной скоростью движения рук. Да, действительно. Да, спасибо большое. И давайте один вопрос из онлайна. А что должно прийти на вход на второй слой модели, когда мы предсказываем жест с учетом предыдущих? На второй слой модели, когда мы предсказываем жест с учетом предыдущих. Да, здесь, наверное, я отвечу так, что на второй слой модели мы подаем на вход, то есть смотрите, мы берем, например, 32 кадра, но у нас видео длиной 100. И мы вместо того, чтобы полностью передвигаться на 32 кадра следующих, мы, например, двигаемся с шагом 16 в половину. То есть мы захватываем контекст предыдущего жеста и контекст следующего. Следовательно, мы вот так вот предсказываем, итеративно двигаясь шагом, некоторые фичи, которые могут захватывать два жеста одновременно, либо один жест. Ну а далее мы агрегируем нашу вот такую вот кривую предсказание в один жест, либо несколько. Все. Всем еще раз спасибо большое. Подходите на наш демо-стенд. Попробуйте, поучите жестовый язык вместе с нами. И мы будем очень рады поотвечать на ваши вопросы и подискутировать с вами на эту тему. Всем спасибо. Аплодисменты.